Привет! Сегодня мы обсудим технику бега, а именно положение или падение ступни. Без долгих вступительных речей, если вы бегаете, подойдет любая техника не от пятки. Университетом в Кёльне было доказано, что в среднем при хождении, при обычном хождении, то есть без особого взмаха ноги, наши суставы, колени, таз, вся цепочка скелета принимает удар в среднем в 50 кг во время каждого шага. Не впечатляет? Объясню еще нагляднее и проще. Пятка это кость. Можно сказать, такая же как локоть. Попробуйте легонько поколотить по столу локтями. Наверное, это не самое приятное чувство. Посмотрим на хай-тек протезы ног для бегунов. Там, кажется, чего-то не хватает или чего-то ненужного при беге. Использование пятки при ходьбе является причиной таких проблем, как лишний стресс, смещение суставов, головные боли и другие. У кого недавно родился ребенок, до 6 недель, если роды были в воде даже до 6 месяцев, может проверить физиологически врожденный рефлекс, заложенный в каждом человеке. Для этого нужно взять ребенка под мышки и дать ножкам опуститься до плоскости стола или пола. При этом у ребенка есть возможность опустить пятки, но он будет делать попытки ходить совсем по иной технике, чем большинство населения. Будучи рожденными веганами и с правильными предпосылками для хождения в процессе роста и нашего развития, мы все равно уходим куда-то не туда, имитируя поведение родителей. Кремасы, жесты, тоже хождение. Нет ребенка, зато есть хорошо накачанный мяч, отлично. Тогда просто заткни покрепче уши пальцами и пройдись без обуви на носках, не используя пятку. Послушал? Так, теперь пройдись своей обычной походкой. То есть вот так, нет, в дверь никто не стучался, это были 50 килограмм, проходящие молнией через все твое тело, прямо до мозга. Так сильно, что ты забыл, про чем тут вообще был мяч. Кроме того, используя пятку в беге, ты затормаживаешь себя при каждом шаге. Просто понаблюдая за такими бегунами в парке, да, на это больно смотреть, особенно выпрямленные ноги и пах, пяткой в пол. При этом инерция всего бегуна притормаживается на этот момент. Нам не нужны квадратные колеса, когда можно использовать круглые. Так что следите за своим каденсом, он и здесь важен. Какие же виды техники остаются на выбор? Конечно, это бег от носка или от средней части стопы, многое зависит от обуви и от подготовки. Я в прошлом году начал бегать и позже ходить правильно. А до этого, получается, всю жизнь не задействовал икроножные мышцы, только на велосипеде, получается. После первых пробежек, по крайней мере у меня, были жесткие боли в играх, все жгло, как будто тренировался с весом. Это абсолютно нормально. Я бы сказал, что полный переход на правильный стиль бега длится до полугода максимум. В зависимости от частоты тренировок, от плавного увеличения объема и интенсивности. Очень плавного, это очень важно. При падении стопы на носок или среднюю часть стопы, обычно бывает, что наступаешь на внешнюю верхнюю часть стопы, а потом перекатываешься на ее среднюю часть и на весь носок, например. Так вот, удара землю как такового не происходит, так как одни из самых сильных сухожилий и мышц амортизируют его. Я говорю о пахиле и икроножной мышце. Они именно для этого там, амортизация. В итоге мы приходим к выводу, лучше бегать, используя мышцы, чем бегать и ходить, используя кости. Думаю, это понятно и логично. Пару сэмплов, которые мне удалось заснять, вы увидите сейчас. Все понял? Так, сходи туда и сейчас. Многи снимаешь. Ты можешь смотреть на угол. Да, я сейчас буду. Я могу сзади тоже. Сбоку вот так вот. Короче, как и обычный бегут. Так, первым еще не снизу. Так, сейчас. Елки. Я не умею по другому бегать. Хо-хо. Крепец больно. На пятку? На пятку. Мам. Хороший. Тема я продолжу в любом случае. Ее значимость сложно недооценить. Ты поможешь мне оценкой видео и любой интеракции на странице. Напиши в комментариях, как бегаешь ты. Интересно ли попробовать новый, точнее, хорошо забытый способ. Спасибо за просмотр. Да-да.